Итак, это, как видите, нога нашего, твоего брата, узнаешь, нет? Тимофей, да? Значит, я его заставил продемонстрировать. Я иду себе, никому не мешаю, ребята собирают посылки. Я говорю, а ну-ка, Тимоша, выбери самый лучший корень. Выбрал, весь деда. А дальше что, смотрите. Итак, мы, прошлый раз я не смог вам полностью процитировать всё письмо и ответить. Один из цитат осталось перенесено. Если написано у вас открытая корневая система, то корни не обрезаны. Но уже пример ясен. Нет, не обрезаны. Но это редко и даже у нас бывает. Вы пробуйте выкопать. Уже кубометр надо перелопатить. Это просто вот лежало целая куча их посылки собиралось. Но я никто специально не укапывал. Ну, так получилось. Смотрим дальше. Вот. Теперь, что такое, почему человек, для меня вот это, это как серпом. Что такое корни не обрезаны? Для меня это как серпом. Почему? Потому что специально, естественно, не обрезаны. Но сам термин обрезка корней, она выходит с 19 века. Илья Сергеевна, держитесь за стул. Рябко. Ну, ты уже профессионал. Смотри сюда. Всё ты знать не можешь. Из книги гляди внимательно. Если обрежьте слишком... Вот смотрите, по-русски. Ну, сломанное, ладно. Слишком длинный корник. А откуда воду будут брать? А? В поверхности? Там, где диссерованная вода? Внимание, отвлекаюсь. Друзья, не смотрите на пивную кружку. Мне её подарила Илья Сергеевна, правильно? Но я себе ни разу не пил пиво. Вот это вот вода вымороженная. То, что растаяло, эта часть считается более насыщенным солями. Чем вот это вот лёд. Это чисто диссерованная вода. Значит, была вылита вода, растаявшая. И остаток вот так вот. И теперь я при каждом удобном случае пью чистейшую воду. А, и плюс. Я вам рассказывал о ней в прошлом вебинаре или позапрошлом. Так? Но при этом, что я забыл сказать? Она после заморозки ещё дополнительно дополнительно заряжается. Это заряжённая вода. А потом говорят, что-то вы жили за все ещё живы. И почему у вас столько здоровья, что вы... Ну и так далее. Поняли, да? Итак, вот эта обрезка толкольная, это страшная ошибка. Идёт с 19 века. Есть ведь фамилия знаменитого садовода. Но я не буду его пинать. Он же, это самое... Сами понимаете. Его давно на свете нет. Уже, наверное, лет 80. Вот. А это продолжает... И вот эти фотографии, они фотографии, рисунки. Так и переходят. Вот это никто не догадается, да? Это святое. Сейчас это... Сеня, давай сделаем так. Я вас отпускаю. Вы решили меня в карауле до упора. Вот. Сеня советовал на дом. Давайте рассмотрим. Да, давайте. Да, конечно. Вы можете попрощать, Сеня, скажи до свидания. Сеня, спасибо за работу. Сегодня ты честно... Ты до этого зарабатывал деньги? Ну как? Косточки собирал, все эти... Стратификации. Да, перед этим собирал эти самые плоды. Сеня, ты первый раз заработал. Главой. Поздравляю. Все, я вас отпускаю. Спасибо. Вот. До свидания. Спасибо за работу. До свидания. Пока. Пока. Вот, так что продолжим. Итак, целые корни – это святое. Это противоречит то, что мы называем базовым садоводством, традиционным садоводством. Это все величайшие ошибки, возведенные в культ. Вот. И он не зря вот это написал. Он про корни не обретал. Да, то есть я мало того, что вот должен был выкопать и корни обрезать. Итак, не буду уже называть телеканал. Я вот столько раз пинал, что уже это самое. Я еще пытался туда сказать, внедрить бы туда в качестве ведущих Сергея Железова и Лену Савиничу. Людей грамотнейших и опытнейших. Но, понятно, туда им в ходу не будет, потому что там нужно рекламировать, сами знаете, те же яды эти и удобрения минеральные. И вот получается следующее. Значит, столкнулись два мнения. Вот это официальное. И там самое страшное, знаете, что есть? Там есть редакционная коллегия. Это самое страшное. Получается, это мнение не отдельного человека, который ошибается. Это мнение большого коллектива. Вот что страшное. Но этот человек еще считался не нашим современником, но назовем это первая половина 20 века. Внимание! Вы давно видели текст с этими, как бы раньше, с ятями, с этими, с твердыми знаками. Любуйтесь. Сюда полюбуйтесь. Да? Вот этого юноша. Вы знаете, ну тогда он еще правда был юношей. Сейчас это матерый волк. Вот. А вот он было так. Самое страшное заключается в том, что здесь понамешано все. Ребята, это учеба. Я не виноват. Вот зачем было ему взять вот это ну просто не было об этой цитаты. Но он спросил, корни обрезаны? А почему он знает? Потому что человек, который занимается пропагандой садоводства на федеральном телеканале, держа в руке вот этот, ну не было у него фотоаппарата, прямо с экрана, сейчас я снимаю, вы же видели, который держит крупный саджи двухметровый, обрезал корни, которые ему почему-то мешали. Часть корней. секатором на глазах у всей страны. А здесь вот ему показалось, что половина веток неправильных. Он нижний отрезал, чтобы был штамп, изувечив саженец. Он отрезал несколько серёд, чтобы они больше света было. Саженец примерно был двух-трихлетний. Вот. Изувечивал, но самое страшное, что он даже не догадался, и верхний саджи отрезал. Он снизу всё поотрезал. И это видела вся страна. Вот. И человек в корни резал. И я вынужден вот так долго, нутно говорить, ребята, весь мир сошёл с ума. Вы думаете, это всё? Откуда пошло это? Вот они. То есть у нас есть так называемая обрезка кроны. Считается, что вот так вот идёт человек с секатором. До наших глазах делают несколько десятков. Дерево большое, 50 лет, 5-8 лет ему. Торчат уже не десятки, а, наверное, сотни веток. Вот так они торчат. Он вымеряет, что вот эти две лишние. Он их отрезает и идёт, и идёт, и идёт, и идёт, и идёт по кругу. И вот теперь, говорит, будет ещё это. То есть он противоречит сам себе, ведь ещё гуще будет. Один отрезаешь, три получается. Это моя статистика средняя за 40 лет опыта. Один отрезаешь, три получается. Смотрите, что здесь. Это же так называемая обрезка для якобы улучшения кроны перенесена и родилась ещё в 19 веке. Видите, что творится? Твёрдые знаки. на корни человек взял, поотрезал всё к чёртовой матери, причём все сосущие корячки он отрезал. Это не значит, что дерево гибнет. Нет. Он умён чем? Он одновременно сделал плюс, огромный плюс. Видите, что он сделал? Он показал чёрточками, что он крону укорачивает. Вот это редчайший случай. Он потом был забыт. Заметьте, я автора не называю фамилии. Я к покойникам всё равно бережно отношусь. Здесь примерно отрезано от двух третий до трёх четверти. Видите? И это спасает дерево. То есть, он ещё и крону убавил. Вот тут он совершил большой плюс. Чё, Сеня? Ничего, просто пришёл, посмотрел. А, ну смотри. Так, спасибо. Так, слушайте дальше. Тут Семён отлёк на секунду. Итак, значит, получается, что этим немножко отрезав при посадке, немножко сгладил страшную ошибку. Он сосущие корешки все поотрезал, а дерево не погибло. Внимание, как получается. Он выкопал только для того, чтобы показать вам, какой он даёт вам ценнейший совет. Результат обрезки корней через несколько месяцев после посадки в почве. То есть, он выкопал только, чтобы показать нам, что каждый корешок даже не расстроился, как ветки, а раздесярился, видите, 6-8 этих. И это считается, что он улучшил корни. Вот это улучшение корней одна из самых подлых ошибок, которые перешли в 21 век. Вначале сюда им ещё центральный корень помешал. Представляете? Центральный корень. Они не знают это. Я специально говорю, ещё раз, вот посмотрите на этого юноша. Вот. Мы с ним, это как бы наше совместное открытие. Мы с ним ходим по саду, по питомнику. Питомник поливается, само собой, так. Вот. А под нами всего лишь 6-7 метров вода, которую люди не могут стирать. Сильно это самое, сильно жёстко считается. Очень много плохо растворимых солей. Вот. Кальциевых солей. И в разговоре ну, так получилось, что я говорю, Серёжа, а что же это происходит-то? Вода дождевая, то есть, которую мы поливали из бочек, ну, там, бочка с одной, короче, с другой, с третьей. Одно дело. А за счёт чего морозостойкость корней-то имеется в виду морозостойкость корней? А откуда крона-то почему не замерзает? И вот Сергей Валерьевич сказал вот эту фразу. Я уверен, забыл, а я не могу забыть её. Вот эту. А у нас подпочвенная вода настолько жёсткая, что передаётся жёсткость и незамерзаемость этим самым в кроне. Как она передаётся? С помощью длиннючего центрального корня. Представляете, как у нас идёт, назовём это творчеством. И крона не замерзает. Вот почему. А если в другом месте, мне, к сожалению, у нас будет ещё много тем, одна из них в новой сады, и когда меня, знаете, царапнуло, когда я боялся человеку использовать на старение, а у меня вода в 10 метрах, а вода чистейшая, мы её пьём спокойно, она абсолютно чистая. Вот это мне так не понравилось, человек закладывает сад. А я-то ещё подумал, а может быть наш феномен, то, что я называю Сен-Нагорский феномен, не везде, кстати, не везде. Полмайны есть, полмайны нет, там близко грунтовой воды, зато там, где далеко, там такие сады, что я за сердце хватался, но это было 30 лет назад, сейчас же не хватает, люди уничтожили всё это своими руками. И вот получается, что подпочвенная вода, её жёсткость, от неё напрямую зависит, я долго говорил, но договорю, от неё зависит, от подпочвенной воды и длинного корня зависит морцовь, всё дерево. И вот эти, так как этого нигде, никогда, это мы с Сергеем сами догадались, вот, я вот только навёл на эту мысль хитрым вопросом, нигде, никогда не звучало и не звучит, поливаем мы речной водой, откуда в нём соли, которая повысит, а школьный урок, а этот же самый стакан, а он замерзает при нуле, а почему я один со всего класса должен был или со всей страны должен помнить, что стоит сюда щепотку соли насыпать, и она уже будет при минус пять. Вот это долго-долго к этому подходило, не могу иначе, не могу уметь, вот он центральный корень, а теперь сравнивайте. Видели? Вы где-нибудь когда-нибудь у кого-нибудь видели такие корни? А вот это вот я фотографировал, подошёл к машине, машина через... В Сибири не растёт ни одного черешнего дерева только в двух садах. Только два сада и ещё несколько человек в нашей ряде, кто от нас что-то получил. Это, естественно, что это самое Борисович Ботов и Валерий Кассинжельсов. Их нет ни одного. Как могли привести, назвать это черешней, причём, заметьте, непривитое, назвать это черешней, а это и правда черешня. Тогда вопрос, где её взяли? Это самое близкое, это Узбекистан, Молдавия, самое близкое. А самое интересное, что было? Первое, я её потом взял, когда отвернулся, я её поцарапал. Она мёртвая. Раз. Вот. И второе, скажите, нет ли вы имели в виду, уважаемый коллега, когда написали, корни не обрезаны? Нет. Корни не режутся, корни рубятся, чтобы вот таких вот в одну фуру десятки, тысяч было. Вы бы видели, что там творилось. Там ужас, сколько их было напихано в эту машину. меня больше удивило, что машина была открытая, обыкновенный самосвал, а в ней вот этих тысячи, тысячи. Ну, и совет для всех ещё, в каком плане, сейчас скажу. Допустим, продавец, вот у них, они так, на грани цыганок, на грани гипноза, они умеют убедить. Например, вот поверьте, что большинство из них владеет тысячами гипнозов, то невероятно талантливее убеждать. И люди убедят, что корни не нужны. Убедят. Ну, а вы потом, когда очухаетесь, уже дома, скажут, господи, что я натворил? Помню, со школы, вроде бы, дерево состоит из кроны и корней. Только сейчас вспомнили. И тогда вы берёте, и что делаете, уже по железу. Вот парочка, троечка, почек, вот здесь отрезаете, в надежде, что вот эти полтора корешка, вот они, вот эти, вот это вот, выкормят одну, две почки. И вдруг, вот, но, к сожалению, об этой обрезке до сих пор слух никто не говорит, я до сих пор остаюсь практически один на всей планете. Чем сильнее режется, тем здоровее будет саженец. Кстати, вот эту воду, отмёрзшую, расставившую, вот, я просто и недавно опять вернулся к этой теме, одна из моих коллег, назовём её, прислала ролик, я опять решил почистить организм, потому что сосуды явно забиты. Да не могут быть не забиты. отмёрзшую, Продолжение следует...